и снова здравствуйте друзья с вами снова валерий и сегодня разговор о ремонте шагового двигателя значит вот так вот ко мне пришла эта посылка надеюсь что все что в ней было никуда не делась потому что здесь вот капец здесь вот все это торчит страшно открывать так значит здесь у нас ротор сломанными магнитами но это ответная часть а вот болты я не знаю болты может и были но и наверное уже нет все ай-яй-яй-яй и чё теперь ну ладно что-то будем изобретать изобретенные ладно попробуем это все разобрать и ребятам помочь потому что стоит производство так значит ситуация такая здесь по отрывало магниты по отрывало магниты то есть их нужно здесь заменить ну вот весь мусор отсюда убрал ну и все же у меня складывается впечатление что вот эту часть ротора все же провернула хотя все может быть в общем непонятно что-то не верится чтобы вот это так было в общем то знает пишем комментарии у меня такое чувство что вот это должно быть относительно вот этого друзья моя версия процентов 99 что вот эту часть ротора все же провернула здесь вот есть отверстие знаю камера покажет либо нет но эти отверстия как раз перекрыты на вот этот сдвиг вот видим поэтому вот эту часть ротора попробуем как-то вернуть назад значит снял я бандаж с этих магнитов и магниты завода они приклеены значит почему я полез к этим магнитом просто так провернуть этот статор чтобы эти магниты стали относительно этих на одной линии но не получается я уже пробовал здесь вот зажимать завал здесь баллонным ключом это все проворачивать да нет никак в общем идея такая снять эти магниты зажать эту часть патроне токарного станка но эту проворачивать относительно этой других вариантов я не вижу ну а чтобы снять эти магниты в общем даже не знаю как это сделать пробуем вот взял вот так резец заточил вот вот так вот попробовать ударить надеюсь что все получится да друзья пошел магнит то есть они сидят на клею но довольно податливые в общем сбиваем все вот эти магнитики и далее уже процесс поклейки будет на мой клей и сверху будем делать бандаж с 1 получился сбить надеюсь остальные получится так в итоге все мои попытки провернуть были безуспешные я уж и так я уже так и переставлял и так и всяк раз не получилось как хотелось значит кардинально меняем задачу в итоге с этой стороны я оставил эту часть как она есть с вот этими бортиками направляющими да а с этой стороны я их просто срезал уже зачистил наждачной бумагой где какие остатки клея здесь были и теперь этот магнит будем клеить относительно вот этого прямо линейно всего-то делов так пришли магниты с интернет-магазина магнитон выгнутых магнитов нет поэтому вместо вот таких выгнутых будем ставить плоский магнит 20 на 40 и 3 миллиметра высотой сейчас посмотрим 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 распечатаем и попробуем их сюда приклеить поскольку других вариантов у нас нет и то есть вот такого плоского магнита приходится делать вот такой то есть края изначально запилил сейчас проверяем если что еще раз подпиливаем ну вот так вот пытаемся сделать собственно вклеил я эти два недостающих магнита значит по толщине то они соответствуют этим магнитом но как я здесь не стачивал чуток ребра все равно торчат приклеил ну думаю что надеюсь даже что это все довольно надежно значит специально дополнительно размешивал клей и заливал еще с боков чтобы уж наверняка значит в данный момент сейчас этот ротор ставлю в патрон токарного станка и попробую отшлифовать вот где какие там возможно чуток торчат углы под общий размер этого ротора удали делаем бандаж и проверяем этот двигатель болгарка нам помощь запускаем станок и смотрим что у нас получилось вот все мы подровняли под этот диаметр да все нормалек сейчас подшлифуем непосредственно самой шлифмашинкой и все будет класс в итоге вот так вот удалось это все приклеить и прошлифовать все под размер так и бандаж попробуем сделать с вот этой вот бутылки ребята по моему получилось шикардосно значит осталось этот ротор поженить со статором но для этого снимаем переднюю крышку так эти болтики никуда чтобы не делись потому что если крышку не снять то ротором можно но очень часто такое происходит особенно если это чугунный двигатель то крышку выбивает кстати она что-то еще и не выходит просто так кстати я не показывал как выглядит этот двигатель внутри ну выглядит просто бомбезно несмотря на то что это китай ну все круто 12 катушек 8 полюсов но это классика то есть здесь обычный стандартный трехфазный генератор ну он же блдс двигатель так это было вот так крышку снял ну он залетел так ну все сейчас мы это все круги и покажу позже так и осталось прикрутить еще одну крышку так она была вот так но все это мы посадим но здесь не было болтов но был ты я думаю найдем такие прикрутить так благо у меня есть такие винтики причем точно такие чётенько наверное владелицы не поймет что у него что он не прислал мне болтов да все окей крутится все отлично так что у нас тут искрит да еще как готовый генератор бомба ребята даже стало интересно сейчас мы его протестируем станке что он по напряжению выдает хотя бы междухвазно поскольку этот двигатель нужен как двигатель никто его не будет использовать как генератор то есть это чисто мое любопытство в общем ставлю 200 оборотов подключил своему нагрузочному стенду и ну я думаю что это довольно неплохой генератор получится в общем включаем бомбезный 200 оборотов ребята смотрим 31 вольт но это бомба включаем нагрузку у нее не слышит 55 ватт и 23 просадка то есть по факту это готовый генератор причем бомбезный и и Продолжение следует...